здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в двадцать шестом уроке видеокурса лендинг page для начинающих мы продолжаем с вами изучать библиотеки мини-приложений и следующий у нас на очереди идет подсказка давайте вытянем ее в холст и рассмотрим что это такое с чем это едят например вам нужно какая-то всплывающая поясняющая часть например чему-либо то есть например идет какой-то элемент графический или может быть какой-то текст рядом может быть вы видели на сайтах идет такое изображение вопроса если на него навести мыши на него кликнуть сплывает пояснительное какое-то предложение то есть вот как раз здесь можно использовать данную библиотеку чтобы наглядно вы лучше понимали как это можно использовать у себя я вам покажу пример на своем лендинге есть у меня вот такой лендинг и у меня здесь под видео есть такая интересная вещь мне нужно было заострить внимание на социальных кнопках которые вы сейчас тоже видите на экранах нужно мне было заострить внимание чтобы люди то есть я прошу людей кликнуть по социальным кнопкам чтобы прорекламировать вот эту страницу то есть вот эту конкретный лендинг у себя в социальных сетях чтобы их не друзья ее увидели то есть мне нужно было здесь как бы продвижение этого сайта через социальные сети и что я сделал если человек начинает вести мышь например доводит мышь до вот этого промежутка между видео и социальными кнопками то перед ним всплывает сообщение если тематика рассылки вам интересно будьте так добры нажмите на кнопки социальных сетей заранее большое спасибо и смотрите то есть ниже под кнопками а если я опускаю мышь также это сообщение висит но я тут сделал как бы ограничение то есть я выбрал область на лендинге то есть это прозрачную область человек ее не видит он просто может пробежаться мышкой и увидеть это сообщение как бы я фокусирую внимание вот на эту подсказку да то есть это даже не подсказка просто просьба то есть я использую себя это так соответственно она исчезает когда человек крутит ниже то есть я выбрал область вот небольшую после кнопок и заканчивающиеся вот чуть ниже вот это вот изображение руки то есть вот примерно можно так это использовать либо это использовать можно как подсказки если мы библиотеку с вами разместили без всяких настроек как она есть давайте в предпросмотр посмотрим что мы имеем мы имеем вот такие кругляша это те же самые триггеры и по умолчанию нас при наведении на триггер всплывают подсказки здесь тоже самое как и в прошлом уроке мы проходили lightbox здесь можно прибавлять или удалять триггеры то есть можно сделать одну подсказочку или много несколько и соответственно вот в эту область всплывающую вы видите там есть и картинка и текст значит скорее всего туда можно разместить все что угодно и видео и так далее если мы кликнем на эту белую область либо на триггер у нас также имеются настройки и тут абсолютно те же самые настройки которые мы с вами проходили в прошлом уроке когда изучали lightbox то есть здесь нет смысла повторять то же самое единственно я здесь заострю внимание когда мы с вами проходили lightbox всплывающее окно у нас стоял здесь вот пункт lightbox то есть здесь даже в подсказках можно тоже использовать lightbox и вот эти два нижних поля они зависят от того что вы выбрали в первом поле положения то есть второе поле у нас ничего нет кнопка нажата и все скрыть целевой объект нет то есть прошлом уроке у нас вот так вот было при условии что вы здесь выбран lightbox то есть как и в lightbox всплывающее окно библиотека мини приложений как и вот эта вот подсказка здесь абсолютно одинаковые настройки то есть если мы здесь выбираем каскадная или же разрозненно у нас в пунктах показать целевой объект и скрыть целевой объект появляется новый пункт включить наведение курсора а у следующего пункта появляется еще несколько пунктов но здесь просто надо смотреть смотрите вот если здесь а выбрать наведение курсора мыши и мы сделаем предпросмотр то мы просто наводим мышь на наш триггер и у нас по умолчанию три подсказки да они у нас всплывают вы видите я не нажимаю мышку то есть вы просто здесь подбираете то есть на те настройки которые вам на ваш лендинг лучше подходит давайте я вам продемонстрирую как у меня устроено в том лендинге что я вам показывал в общем я удаляю лишние триггеры смотрите что я сделал соответственно я определил место всплывания этого окна методом вот так вот перемещение по холсту единственный свой триггер смотрите я его просто растянул во всю ширину той области где мне нужно чтобы человек правил мыши да и всплыл окно то есть я примерно выбрал вот такую область только имейте ввиду чтобы этот объект у вас не перекрывал такие элементы как кнопка иначе кнопка будет не нажиматься для этого кнопку вам нужно упорядочить на передний план чтобы кнопка была активна соответственно если человек проводит мышку над кнопкой она как бы триггер не видит этого до и всплывающее окно в этот момент исчезнет то есть вы должны понимать возможно где-то в другом месте вы разместите ну и соответственно смотрите как это получается если мы сейчас ничего не будем делать вот эта серая область вы знаете это триггер если я навожу мышь и пока я вожу по этой области у нас а подсказка всплывающее окно висит как только я мышь убираю у нас исчезает подсказка ну и соответственно здесь просто я выделяю триггер и делаю его прозрачным убираю заливку и обводку и убедимся в том что у нас тут другие свойства тоже отключены и вот вы видите я просто провожу мышью казалось бы там ничего нет видно только обложка и кнопку но на этом уровне у нас висит триггер и у нас плать подсказка также в настройках можно сделать автоматически чтобы всплывала вот это сообщение нажав галочку автоматического из произведения здесь я подробно не останавливаюсь здесь настройки как я уже говорил абсолютно те же что и у мини приложение библиотеки lightbox всплывающее окно ну и давайте попробуем сделать что-то вроде подсказки например это может быть то есть берем наш триггер например у нас вот здесь будет некий вопросик давайте зададим какой-то цвет выберем иконку я возьму иконку из шрифта иконка мне нужно знак вопроса вот например такую делаю чуть больше шрифт иконочку переношу внутрь триггера здесь конечно нужно подравнять я ровняю стрелочками на клавиатуре убедимся в том что задняя заливка желтый у нас выбрана все свойства в общем будем считать что у нас триггер готов давайте поработаем всплывающей подсказкой и ее можно переместить чтобы например она всплывала где-нибудь здесь и смотрите мы удаляем содержимое выделив предварительно это содержимое и клавиши delete удаляем также цвет рамка если нужно мы это все можем дело поменять также можно выбрать свойства при наведении активной и так далее и смотрите как все круто можно повесить какое-то текстовое описание также можно скруглять края и можно даже разместить например какой-то видео подсказку то есть например вставить видео с youtube а это будет являться подсказкой представляете как круто переходим в библиотеку мини приложений и для примера возьмем библиотеку ютуба и просто таким же образом перетаскиваем нашу в эту область как и мы сами делали в прошлом уроке всплывающее окно и размещаем таким образом чтобы у нас перекрывала наша всплывающая вот эта часть если хотите можете менять эту белую область а если хотите чтобы всплывало только видео то вы можете таким же образом отключить заливку отключить рамку у этой области и убедиться в том что у вас здесь тоже все отключено и смотрите что мы имеем у нас надо обложкой диска есть знак вопроса человек любой зайдя увидев этот вопрос он догадается что скорее все здесь какая-то подсказка и если я навожу мышь вы видите всплывает видео если мы доводим на видео включаем play то у нас играет видео и там может быть например какой-то видео инструкция понимаете то есть все что угодно либо текстовая инструкция либо еще что-то также когда мы будем с вами настраивать видео с ютуба там есть функция такая чтобы видео играла по умолчанию то есть нам не пришлось жать на кнопку play то есть это например будет так мы навели мышь видео открылось и сама начало проигрываться я думаю что это было бы полезно также можно сделать так чтобы у вас было не при наведении как я уже говорил а по клику например на вопросик чтобы всплывало видео чтобы например если у вас очень очень много вот таких разных вопросиков с разным пояснением к разным объектам чтобы не было так человек случайно пробежался мыши и тут посыпали всплывающие окна с видео в таком случае будет целесообразно сделать по нажатию на вопросик чтобы всплывало ваша подсказка или ваше видео вот так вот можно круто делать крутые вещи в adobe muse надеюсь урок для вас был полезным и увидимся в следующем наверно трудно представить себе современный лендинг пейдж сделанный в адоб news без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перед на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пэтч делайте их круто и в Субтитры сделал DimaTorzok